В общем, друзья, как вы уже поняли из этого видео, в каждой стране есть свой акцент Привет, друзья, с вами English Show И сегодня я расскажу про 10 брендов, которые ты произносишь неправильно Говорим в России по-нормальному Смотрим это видео не для того, чтобы там переучиваться, либо кого-то исправлять Мы подумали, что вам будет интересно узнать, как эти бренды произносятся на языке оригинала Смотрите, что сейчас будем делать Я показываю вам название, вы пробуете его произнести, а потом я говорю, как правильно А потом в конце вы пишите в комментариях, сколько вы угадали Друзья, мы школа английского языка, и мы преподаем его по скайпу Поэтому я считаю своим долгом начать видео с рекламы Я рекламирую вам нашу школу английского языка Если ты хочешь учить его по скайпу, не выходя из дома То переходи по ссылке, а мы начинаем Итак, поехали Первое слово Сначала вы как произносится Так как фирма французская, то H глухая И мы будем произносить это слово как Ну, некоторые говорят, что это закос под Hermes, но на самом деле это не совсем так Не Hermes, а Hermes Так, смотрим второй бренд Как читается? Правильно произносится Адидас 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 Ударение на И Название взято из имени основателя Адольфа Дасслера Друзья называли его Ади Адас, это, как вы поняли, сокращение его фамилии Ты одет в белые Адидасы? Для начала произнесите сами Так, ударение на последний слог N не читается, как обычно у французов Получается На англоязычный манер название этого бренда произносится как Но у него французские корни, поэтому правильно будет Смотрим на четвертый бренд Для начала произнесите его сами Посмотрите, здесь буква Р читается, как и у нас, русскоговорящих Потому что итальянцы тоже ее произносят Получается Так, переходим к пятому бренду Очень интересно, как вы его прочитаете Это не Nike Это Nike Вот Лайза хвастается своими новыми Apple Watch И смотрим, например Они убили друг друга за Nike А теперь шестой бренд Сейчас как-то так у меня у самой пытаюсь коверкать с французским Хотя на самом деле это американская фирма Лорен Опять я как по-французски Лорен Сейчас я про его попытаюсь Лорен Лорен Ралф Лорен В общем, ударение на первый, а не на второй слог Ралф Лорен И следующий бренд Сначала вы произносите В общем, это не Porsche Не Porsche, как мы привыкли Это Porsche Но Джим Керри говорит правильно это слово Восьмой бренд Сначала вы Это не Chevrolet Это Chevrolet Chevrolet Chevrolet, если на наш манер Chevrolet Like Durenberger's community Chevrolet Девятый бренд Сначала прочитайте вы В общем, это не Mercedes С ударением на последний слог А Mercedes Ударение на второй слог Mercedes 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 И десятое слово Для начала произнесите этот бренд вы А теперь я Произносится Loewe Loewe Это испанская фирма одежды и аксессуаров И финалочка Вот мы привыкли говорить BMW Американцы говорят BMW BMW А немцы говорят BMW BMW В общем, друзья, как вы уже поняли Из этого видео В каждой стране есть свой акцент Очень важно погружать себя в языковую среду Даже если ты не хочешь учить английский Просто вот сидеть с преподавателем Заниматься, учить всю эту грамматику Мы придумали практику для тебя Практика тебе однозначно пригодится Приедешь за границу, а ты хопа И уже все можешь, все умеешь Добавляйся скорее в наш проект Native Show 2.0 Сможешь научиться понимать Научиться говорить И все это в своем собственном смартфоне Друзья, совсем не забыла Обязательно напишите в комментариях Сколько брендов вы произнесли правильно Сколько неправильно И как вы их произнесли Подписывайтесь на наш канал на YouTube Добавляйтесь к нам в соцсети Ставьте лайки Комментируйте нас Пока С вами была Анета Добавляйтесь к нам в соцсети